Бонусный рассказ для читателей серии Академия Космического Флота Художница Натанорги Читает Леди Арфа Эмилия Нуар Я смотрела с небольшого помоста на пеструю толпу разговаривающих мужчин в черных фраках, собравшихся вокруг высоких барных столов без стульев, смеющихся женщин в мерцающих нарядах, которые точно крейсеры неторопливо курсировали по залу и кибернетический персонал, снующий туда-сюда, чтобы успеть разнести как можно больше напитков. Сейчас на этом корабле собралось все высшее общество Тонорга. Математики, изобретатели, механики, ядерные физики, авиа-, электро- и нано-конструкторы, программисты, бизнесмены. Ежегодное мероприятие, на которое приглашают лишь лучших из лучших, было в самом разгаре. Я нервно вытирала вспотевшие ладони о край своего вечернего наряда, чувствуя себя самозванкой на этом фуршете. В общем-то, так оно и было. Чтобы попасть сюда, мне пришлось выкрасть приглашение отца, уважаемого конструктора собачьих мисок, автоматически наполняемых кормом с учетом рациона питомца. Повезло, что на Тонорге, планете, где по статистике на каждого человека приходится от пяти до восьми роботов, в зависимости от способа подсчета, все настолько помешаны на технике и электронике, что безоговорочно ей доверяют. Так и я, приложив на входе штрих-код приглашения на фамилию отца и дав считать свой ДНК, была допущена на корабль. Я присмотрелась к столику, от которого доносилось больше всего шума. Солидные мужчины обсуждали последние технологические новинки, притягивая к себе и обнимая богато одетых женщин. Я знала, что на такие мероприятия обычно приглашают тоноржцев с их женами. Отчасти именно поэтому отец никогда не появлялся на ежегодном фуршете. Мама очень сильно комплексовала по поводу своей искусственной руки и отказывалась от любых светских приемов. А отцу было приятнее провести время с ней в загородном доме, чем на корабле среди известных личностей, но без нее. Я засмотрелась на женщину неопределенных лет в шикарном бордовом платье с бриллиантовым колье на шее и такими же сияющими браслетами на руках, и по спине пробежал легкий озноб. Наша семья, конечно, тоже хорошо зарабатывала, но до покупки таких ценностей нам было ой как далеко. На тонорге более 90% населения живет благополучно благодаря массовой автоматизации процессов и работ. Автоматические дроиды убирают квартиры и выращивают еду. Квадрокоптеры разносят почту и посылки. Автопилотники работают таксистами и так далее. Нет такой отрасли, которая не автоматизирована бы хотя бы частично. Все сложные и монотонные работы, лишенные творческой составляющей, уже давно алгоритмизированы. Как следствие, большинство людей имеет высокий уровень жизни, комфортный умный дом, качественное питание и может себе позволить поездку на курортную планету один или два раза в год. Но личный космический корабль или предметы роскоши, такие как украшения из драгоценных и полудрагоценных камней, все-таки редкость. Для того, чтобы не выделяться на общем фоне, я надела свои единственные серьги с фианитами, но все равно чувствовала себя белой вороной. Вселенная! Чем больше я наблюдала за собравшимися, тем быстрее таяла моя решимость попасть на вечер этих богатых зануд. И чего мне дома-то не сиделось? Подумаешь, с отцом поссорилась. С кем не бывает. В конце концов, он хочет для меня только лучшего.